17 дней, 408 часов в честь Курской области фактически находятся под оккупацией. 8 дней там действует некая украинская комендатура. Больше 100 тысяч, они даже сами не знают сколько, то ли 113, то ли 133, эвакуировано. 20 тысячами больше, 20 тысячами меньше. Для первого зампреда правительства Дениса Мантурова это неважно. За эти 408 часов Владимир Путин, давайте вместе загибать пальцы, посмеялся и попил чаю без галстуков с Алиевым в Азербайджане, продегустировал яблоки и походил по колхозу в Кабардино-Балкарии, встал на колени перед мемориалом погибших в страшной бесланской трагедии в Северной Осетии, ну и примерил наушники и поцеловал Коран в Чечне. Из безликого кабинета обратился к собравшимся на форуме «Армия-2024», пока эту самую армию вместе с ничего не понимающими срочниками вбивали в землю и массово брали в плен на границе. Поручкался с представителем КНР, не-не-нет, не то что вы подумали, Китайской Народной Республики, и окончательно похоронил газопровод «Силы Сибири-2». За 17 дней, за 408 часов, Владимир «Никто не забыт» и «Ничто не забыто» Путин три раза встретился с временно исполняющим обязанности губернатора, частично входящий в состав Украины, Курской области Алексеем Смирновым. Знаете, вот факт про то, что страус засовывает голову в песок при виде опасности, это миф. Так делает Владимир Путин. И делает так с первых своих дней во власти. Ну вот, совсем недавно, 9 числа было 25 лет, как этот человек управляет нашей с вами страной. А через три дня мы вспоминали подлодку Курск. Помните? И я помню. А вот никто не забыт? Забыл. Ни слова про страшную трагедию, с которой фактически началось его правление. И тогда ведь тоже голову в песок засунул. Первая встреча по затонувшей подлодке 19 августа, спустя неделю после того, как все случилось. Когда даже спасите наши души, отстукиваемые по железной могиле на дне моря, почти прекратились. С родственниками моряков, обреченных на страшную, медленную и безысходную смерть от удушья на глубине 108 метров, Владимир Путин встретился только на 10-й день. 22 августа, 24 года и один день назад. Кажется, это был один из последних случаев, когда Путин общался с обычными жителями, а не с актерами из ФСО. И тогда КГБшник Вова испугался. Испугался скорбящих жен больше, чем страшные гибели людей, которых он отправил на смерть. Ну или вот недавно Путин встретился с матерями Беслана. Впервые за 19 лет. Никто не забыт и ничто не забыто. Но только когда ему надо. Да и то, запоминает Путин как-то все неправильно, подводит память диктатора. Когда несколько дней назад Путин был в Беслане, для него оказалось шоком, что расследование теракта, оказывается, до сих пор не закончено. 186 детей погибли. Все забыты. И все забыто. Когда Путин встретился с родственниками убитых срочников Курской области. Они забыты. И сама Курская область забыта. Чай Алиева все такой же вкусный, а яблоки Кабардино-Балкарии все так же хрустят на зубах. Голова по плечу ушла в песок. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, расскажите о нас своим друзьям. Это поможет нам набрать новую аудиторию, стать больше. Еще больше людей таким образом узнают о тех важных вещах, которые мы рассказываем вам на этом канале. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И спасибо, что остаетесь с нами и смотрите нас.